МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате которого мужчина 76-го года рождения нанес множественные удары руками в область головы и тела потерпевшему. От полученных повреждений смерть мужчины наступила на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник скинул тело погибшего в пожарный пруд, после чего с места скрылся. На оперативных фотографиях место преступления показывает свидетель злодеяния. Раскрытие данного преступления, совершенного в условиях неочевидности, представляло особую сложность в расследовании, связанном с давностью происшедших событий, отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных на первоначальном этапе расследования улик. В распоряжении следователей Следственного комитета находились лишь данные, полученные в ходе осмотра мест происшествия. Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени уже не могли подробно воспроизвести детали случившегося в июле 2010 года преступления. На протяжении 10 лет следственными органами, а также сотрудниками Управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанное преступление. Проявлялись различные версии, в том числе о совершении убийства родственниками или знакомыми потерпевшего, корыстный мотив, а также совершение преступления лицами ранее судимыми. Органами следствия были проверены все родственники и знакомые потерпевшего, лица ранее судимые за аналогичные преступления, а также каждый житель поселка, в котором произошла трагедия. Проведение ОРМ затруднялось давностью произошедшего события, а отсутствием возможности проведения ряда технических мероприятий. В августе 2020 года была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства, в связи с чем следователями Следственного комитета предварительное следствие по делу возобновлено. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с сотрудниками областного ОМВД России оперативности исследования получаемой информации установлен человек, причастный к совершению преступления. Мужчине дана явка с повинной, а также признательные показания. Он задержан. В отношении обвиняемого утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.